На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! С мыслями о плей-офф завершился регулярный сезон в экстралигии хоккейного чемпионата Беларуси. Заключительные матчи не несли никакого турнирного значения для команд из нашего региона. Жлобинский Металлург завершил гладкий чемпионат на пятом месте и примет участие в переходных поединках. Пост-сезон Сталевары идут с хорошим настроением. Заключительный матч на своей площадке жлобинчане обыграли Гродницкий Неман. Две шайбы Соломонова и одна Казьянина обеспечили хозяевам комфортное преимущество. Гости смогли отличиться только однажды. 3-1 победа Металлурга. Гомель с таким же счетом на домашнем льду уступил Динамо Молодечно. На шайбы Копытина Никулина и Клавдиева ответил точным броском Скоринов. Поражение позиций Рысей в таблице не пошатнуло. Они так и остались на третьей позиции. Теперь ожидают соперника по плей-офф. В высшей лиге мужского волейбольного чемпионата страны также завершился регулярный сезон. Гомельская энергия в заключительном туре на домашнем паркете была сильнее Могилевского коммунальника 3-0. По итогам регулярки энергетики заняли второе место. Лидер Шахтер. В первой лиге продолжается предварительный этап. Гомельская с душой энергия в очередном туре обыграла Могилевский цоркоммунальник 3-0, а Бумпром был сильнее Оршанского взлета, также 3-0. В женском чемпионате плей-офф уже стартовал. Мозырская жемчужина Полесьев в четвертьфинале сильнейшего дивизиона дважды обыграла Минчанку 2-3-2 и 3-0. Дубль жемчужины уступил Брестскому прибужью 0-3. Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Стартует сезон 12 марта. Речицкий спутник, дебютный поединок в элите проведет дома соперник Динамо Брест. Славя отправится в гости к Ислаче. Гомель в Бресте сыграет с Рухом. Между тем футбольные клубы из Гомельской области провели товарищеские матчи. Дубль спутника проиграл Бумпрому 2-3, а Локомотив был сильнее Белшиной 1-0. Футбольный клуб Гомель на выезде встречался с Ислачу. Команды разошлись в миром 2-2. В составе зелено-белых забивали Побудей и Соловей. 24 февраля в крытом футбольном манеже в нашем областном центре Гомель играет с Держинским арсеналом. В Ворше завершилось первенство Беларуси по боксу среди молодежи до 22 лет. Представители Гомельской области завоевали 11 наград. Две из них высшего достоинства. Победителями стали Максим Паньков и Юлия Бутелина. У мужчин в копилке также серебро и две бронзы. У девушек медальный урожай богаче. Кроме золота завоеваны три серебряные награды и три бронзовые. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.